Хай библ, друзья, с вами Иисус и в этом видео я вам покажу обновление магазина, ну или можно сказать каталога приложений FunLib. Это новое обновление 1.1 от FunLib. Также я вам покажу, что можно делать в этом приложении, ну и все такое. Вы, кстати, это приложение могли видеть в прошлом видео. Итак, вот как оно выглядит. Сразу говорю, скачать можно по ссылке в описании. Нажимаем. И давайте пока что поговорим, как оно ведет без интернета. Без интернета здесь довольно все скучно. Ну, типа, ничего нельзя сделать, просто можно почитать описание. Ну, также, кстати, это вот версия 1.1. Однако, если мы включим интернет и, например, возьмем и перезайдем в приложение, то у нас уже появится статистика. И это первое нововведение. Теперь у всех в проектах рабочая статистика, то есть статистика по скачиванию. Так. И также добавилось еще вот такое вот обновление, которое, как и в нормальных приложениях, обновляет статистику. Так же теперь, как вы заметили, наверное, о приложении, версия теперь называется 1.1 без всяких билдов. Ну, и также теперь, когда мы, например, скачиваем, у нас быстро это все происходит, без всяких задержек. То есть давайте я сейчас скачаю, загрузить. Теперь можем выйти. Назад, обновим. И, как видите, у нас уже 2 скачивания. Ну, и также загружено. И также вы, наверное, могли заметить, что теперь у нас вот здесь отображается некая иконка. Да. Теперь мы можем кинуть жалобу на какое-либо приложение, если вам оно там, ну, чем-то не понравилось таким. Давайте нажмем. И здесь можно выбрать причину жалобы. Проект не запускается. Спам проект или реклама. Оскорбление лица, группы лица в проекте. Ну, и также прочее, что нужно тут обязать. Если мы не напишем, то тогда тут выскочит галочка, что, типа, нельзя отправить пустую жалобу. Ну, и давайте, например, зайдем вот в этот проект. И напишем, например, оскорбление лица. Типа, типа, напишем, что Дэн это Даня из восьмого А. Ну, допустим. Нажимаем отправить. И у нас отправляется жалоба модераторам. Соответственно, они рассмотрят эту жалобу. Если что, примут какие-то меры. И вот это были все нововведения. Но, тем не менее, теперь в этом приложении можно работать. И вы можете также выложить свой проект. Вот здесь вот есть инструкция, если кому надо. Сразу есть кнопка в ТДК, чтобы перейти в Телеграм-канал. Ну, а с вами был Мексус. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok